Итак, дамы и господа, снова вас приветствую на последнюю часть нашей двухдневной конференции. Все у нас пока проходило очень хорошо, очень приятно в интересных дискуссиях. Интересные дискуссии были у нас до обеда. Надеюсь, вы тоже почерпнули много из них. Особенно это интересно, если вы, так сказать, представляете взгляд со стороны и можете, так сказать, некое независимое мнение представить свое, чтобы в результате этого вы могли, опять же, извлечь какой-то опыт, который вы могли бы на своей собственной территории, территории собственной страны, как-то, для использовать в свою пользу. Мария из Норвегии, и у нас следующее докладывается. Итак, вот этот возглас, который я сейчас произнес, они говорят, когда Норвегия играет против Дании. Мария у нас без шапочки, без шляпки, но у нее много разных ипостасей. Журналист, режиссер, правозащитница, киноконсультант в Норвежском киноинституте. Вы знаете, в скандинавских странах очень серьезная поддержка со стороны государства оказывается документальному кино в Норвегии, Финляндии, Швеции. Присутствует такая практика. Для этого существуют специальные фонды, которые финансируют кинопроизводство в целом и документалистику в частности. И вот четыре года назад Мария перестала заниматься непосредственно кинопроизводством, и теперь выполняет роль киноконсультанта. Итак, пожалуйста, вам слово. Итак, всех приветствую. Я очень рада быть здесь, в Петербурге, сегодня с вами. Последний раз я была здесь 15 лет назад. Для меня большая честь быть на этом конференции. Я наполовину полька, и я имею отношение к польской киноакадемии. На самом деле, я воспитывалась на советских фильмах. 15 лет назад, когда я была здесь, я создал свой последний фильм на пленке 35 мм. Это было, ну, своего рода совместное производство на базе Ленфильма, норвежско-российское. Поэтому для меня очень эмоциональный, я чувствую такой эмоциональный подъем, когда я снова сюда прибыла. Я себя воспринимаю как одного из магикан под поколение 35-мм пленки. Я должна чувствовать это все как бы в своих руках, и как я составляю кадры, чтобы сделать конечные продукты. Я имею отношение к этому пути, который проходят люди из более старшего поколения, старой практики, в новые времена, когда появляются новые возможности. Я задаю себе вопрос, куда мы движемся от ценности образов, потому что я глубоко убеждена в повествовании, в эмоциональной силе образов. Я верю в человечность. Я также достаточно наивна, чтобы верить в правду. Я полагаю, что документалисты имеют задачу, их долг рассказывать свой сюжет, свой рассказ, свою историю, более малого масштаба или какого-то более глобального масштаба, который вы должны нести в мир. Я подготовила несколько своих соображений, которые я набросала. Ну, надеюсь, что я разберусь сама в своих каракулях. Ну, представлены некоторые примеры документалистики северных стран, а также один пример проекта, где были использованы средства трансмедиа. И расскажу вам о нынешнем состоянии этого проекта. Простите, мне периодически придется перелистывать страницы, что я вынужден буду делать одной рукой. Для нынешней практической реальности количество образов и контент, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы делаем дело, оно все равно зашкаливает. И мы не знаем до сих пор, куда все это движется, чем все это закончится. Но мы знаем, что мы все пассажируем на этом пути. За последние четыре года, как я уже сказала, я была выпускающей редактор, я на английском телевидении, я могу вам некое представление о том, как это работает. Я думаю, что для меня была большая честь, что у меня были полномочия определенного рода, и, с другой стороны, это была большая ответственность. Я должна была принимать решения относительно судьбы проектов, которые были представлены, представлялись мне. Как правило, я рассматривал порядка ста проектов ежегодно. И у нас был общий бюджет с другими консультантами, 6 миллионов евро примерно. Каждый год, на каждого проходилось примерно по 3 миллиона, которые могли предоставляться для документального кино, для телевизионных серий, для презентации на кем-фестивале, для документального кино, а также для проектов трансмедиа и, кроме того, для выпуска приложений. В течение моего года работы я обычно анонсировал 25 документальных работ. Ну, и была определенная тенденция за годы моей работы. Когда я пришла в киноинститут Норвегии, существовала такая тенденция, что в больших преимуществах нам мы финансировали работы для телевидения, и все было как бы размазано на большое количество работ. И, может быть, вот на основе всего предыдущего опыта, кинематографического польского опыта, я немножко избрала другой путь, и мне хотелось, чтобы эти проекты были более убедительными, более яркими, и я предпочитал давать деньги для более ярких художественных изложений, которые обладают глубиной и оригинальностью. Я хочу сказать, что суть того, что вы хотите сказать, должно иметь оригинальность, должно иметь четкие сигналы, к кому вы обращаетесь, и должны быть здесь проявляться ваши амбиции, должны быть четкие рамки для местного рынка, это для какого-то регионального рынка, для мирового рынка, какими средствами вы общаетесь со своими потенциальными зрителями, что вы именно хотите донести до них. И это был очень интересный опыт, и, в частности, для норвежских документалистов, они были связаны очень с норвежским телевидением и норвежским зрителями, и телевидение исходило из того, что документалисты должны, в первую очередь, быть завязаны, ориентированы на телезрителей Норвегии, что зрители должны воспринимать через норвежские очки, скажем так, работы документалистов. Но, по моему мнению, это несколько сужало эту эффективность и яркость. Я считаю, что здесь должен быть более универсальный взгляд. Я кинорежиссер, и задача кинорежиссера создавать яркие картины. И для новых работ появилась возможность выходить на Европу, на Европейский рынок, и люди проявляли заинтересованность в том, что мы делаем. И я также обнаружила, что некоторые телеканалы хотели одно, хотели идти как в одну сторону, другие хотели идти в другую сторону, чтобы период развития становился все длиннее и длиннее, и требовало больше средств. И мы оказались в такой ситуации, когда проекты становились все лучше, эти истории, сюжеты становились все лучше, более выпуклые, конкретные, но более затратные становился сам процесс создания фильма. Это вот ситуация, где мы находимся сейчас, и вот новые выпускающие редакторы, новые, те, кто ответственны за выпуск, за заказ, они сталкиваются с такими аспектами. Реальность состоит в том, что меньшее количество людей может создавать документальные фильмы, потому что рынок стал более жестким, более профессиональным, и он завязан не только на телепоказ, но и на международную аудиторию. И я думаю, что здесь как раз место для появления трансмедиа, хотя она находится на своем таком зачаточном каком-то уровне. Когда речь идет о коопродукции, то у нас был опыт коопродукции с другими семерными странами, но когда я начал свою работу, он был в очень небольшом объеме. Датчане много работали с финнами, финны работали много со шведами, но норвежцы немножко отставали в этом отношении. Сейчас все, эта ситуация меняется. Мы заняли полноправное место вот в этом сообществе, которое занимается коопродакшном. Уже есть несколько опытов подготовки совместных работ. Сложились такие команды из представителей северных стран. Мы наложим связи с другими, скажем, относительно северными странами. А Канада и США, отчасти, для нас это хороший рынок. На самом деле, россияне и Россия была бы тоже хорошим рынком и хорошими партнерами для нас. Ну, вы уже понимаете сейчас, о чем я могу сейчас сказать. К сожалению, для российских продюсеров, что это очень непросто получить финансирование из фондов Норвегии. Я боролся с предоставлением этой ситуации и используя примеры замечательных картин российского производства. А если мы хотим сотрудничать с российскими производителями фильмов, то почему не можем их поддерживать? Этого проблема еще не решена до сих пор. Однако ситуация с точки зрения коопродакшена... Ну, представим так. Существует немецкая компания, продюсерская, и она производит фильмы во Франции, отчасти, в Южной Америке, отчасти. И, скажем, половину фильма готовят в Европе. Во Франции, допустим. И это необходимо, чтобы я могла поддерживать их. И на норвежке коопродюсер подает свою заявку в институт, в норвежский институт, чтобы у нас была возможность помочь финансово. Здесь существует некая мера протекционизма. Не могу об этом сказать, потому что я... Что касается законов Евросоюза, мы хотим сохранить вот эти деньги, которые выделяются на производство в пределах Союза. Поэтому этот коопродакшен должен касаться, так или иначе, стран Европейского Союза, что означает, что Россия остается за пределами. Существуют другие соглашения, которые называются, допустим, соглашения Баренцева моря. И вот через это соглашение вы можете получить деньги из Норвегии. Но, конечно, это не те деньги, которые вы могли получить из норвежского киноинститута. Проблема получения российскими продюсерами деньги для их работы в норвежском институте, она ощущается. Может быть, она будет решена в будущем, однако пока дело обстоит именно таким образом. Мы будем вас держать в курсе. Если что-то будет меняться, я, естественно, дам вам знать, если вы захотите. Я хочу привести пример сейчас. Допустим, немецкая компания занимается коопродакшеном с норвежской компанией, хочет сделать фильм о российских саами, которые живут на Кольском полуострове. Ну, а эта часть саами живет и в Норвегии. Получается, что вся вот эта история, сюжет развертывается на Кольском полуострове. И если это будет так, то мы не сможем никак помочь в финансировании. Мне будет не разрешено это по закону. И наш продюсер продолжал бы, в министрество культуры, заявляя, что речь идет о саами, а саами живут и в Норвегии. Нет, там они получили отказ. То есть, если мы ограничиваемся только территорией за пределами ЕС, то, к сожалению, у нас есть очень большие проблемы и ограничения. Ну, вот, упомянув саами, я хочу сказать, что сейчас я, некий такой, выступаю в роли куратора киноцентра для саами. Вы понимаете, да, саами – это народ, который проживает на территории России, Норвегии, Швеции, и Филляйдию, в северной части Скандинавии. Если вы, допустим, представитель российской части народа саами, вы можете обратиться ко мне с проектом, но здесь есть возможность получить финансирование именно через этот саами киноцентр. Также я участвую, так сказать, в такой сообществе киноподдержки коренных народов. И я недавно познакомился с сценарием художественного фильма о коренных народах. То есть, по сути, здесь объединены интересы коренных народов всего мира. Вот это одна из возможностей. Ну, если вы не представляете коренной народ, то вы можете с кем-то заключить партнерство с тем, кто представляет коренной народ. И вы можете обратиться ко мне и получить через наш киноцентр народа саами финансовую поддержку. В том, что касается ко-продакшена, я не знаю, как я отстаю по времени. Да, ну, половина, половина. Немножко еще осталось времени. Я хочу вам продемонстрировать пример тех фильмов, которые я поддерживала финансово из северных стран. Это будет замечательная возможность какого рода фильмы, узнать, какого рода фильмы производятся в северных странах. Существуют и другие примеры хороших картин, даже лучших картин, чем это. Но вот именно эти фильмы я была счастлива поддерживать. Я представлю пару трейлеров. Итак, первый фильм. Это шведский документальный фильм. Называется «Свеситься» или «Съехать с катушек». Я полагаю, что он касается движения хиппи в Швейцарии. Очень такой исторический экскурс. Следующая, это норвежская документальная работа оригинальном сумасшедшем художнике, который называется Пуш Вагнер. Он как поп-артист, который создает хэппи-инги. Очень популярный был в Норвегии. Из третий фильма это финская документальная работа. Называется «Синдром панка» по панк-группе в Финляндии, которая была очень успешна. И так, а после фильма стала еще более успешна. Еще один документальный фильм из Дании, простите. Закон джунглей. В общем, такой критическом ключе выдержанная картина, касающаяся судьбы коренных народов Амазонии и их столкновениях с добывающими кампаниями. Около года назад еще вот следующая картина была показана в кинотеатрах, называется «Гавань надежды». Это история о выживших или переживших холокостах, которые приехали в Швецию после того, как они были в концентрационных лагерях. И в основе этого фильма материалы, которые повествуют о том, когда они приехали в Швецию. И когда фильм был закончен, фильм был показан на фестивалях международных, показывал в центрах холокоста, в Вашингтоне, в Израиле. И люди на самом деле узнавали самих себя, узнавали своих родственников. Поэтому история, которая была в такой большей масштабе, и люди задаются вопросом, что нам сейчас делать. Мы прикоснулись непосредственно к судьбам людей. Нужно ли нам продолжать дальше, нужно продолжать вот эту историю, это повествование конкретно человеческих судеб, либо просто отложить его. И здесь очень, может быть, важна роль как раз транс-медиа. Как-то было с проектом Комбрадс, который я тоже отчасти финансировала. Итак, мы сейчас приглушим свет и посмотрим трейлеры. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, наверное, хотите еще посмотреть немножко, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы можете также вот Свое имя сюда внести И быть частью этого Мы можем перейти на все разные компоненты Которые здесь присутствуют Ну, дерево в час вырастет Конечно Можете сами посмотреть все Более спокойной обстановке что будут выйти на этот трансмедиапроект, потому что они были просто документалисты. Они должны были привлечь коммерческих экспертов, людей, которые имеют отношение к индустрии гейминга, к веб-дизайну. Они совершенно по-новому подошли к процессу создания кино. У вас есть, собственно, фильм, у вас есть своя компания, вы привыкаете к трудоохранную организацию международную. Также у них есть специальное приложение для мобильных телефонов, очень интересное, очень замечательное, очень симпатичное. Здесь вы можете примерить на себя роль вот этих ныряльщиков, представителей коренных народов, насколько у вас это хорошо получится, как и у них. Есть еще один аспект, для тех, кто делал фильм, необходимо было привлечь финансирование Норвегии, норвежской публики, норвежцы очень заинтересованы. Интересно все, что связано с морем, все, что связано с морской жизнью, строительстве кораблей, лодок, исследованиях новых мест, открытия каких-то независимых участков земли. И, опять же, вот этот интерес, они должны были найти место для вот этого интереса за счет средств трансмедиа, чтобы большее количество людей почувствовало свое непосредственное отношение к этому фильму, к этой тематике, тем самым, они должны расширить свою целевую аудиторию. Естественно, дополнительные какие-то кадры о этих людях, представленные в этом проекте. Если вы не крупная продюсерская компания, и у вас много материала, как вы можете эффективно продолжать ваш проект трансмедиа, когда вы используете все свои деньги? Ну, что касается, допустим, этой теми, которая относится к гуманитарным и прозащитным сферам, они можем позже обеспечить, финансируя на более позднее время, чтобы поддерживать жизнь этого портала, чтобы следить за этой жизнью людей, с тем, чтобы они, может быть, сами как-то активно подключились к этой работе, чтобы для них появилась работа. Вы должны обязательно поддерживать жизнь вашего сайта, потому что ваша публика, ваши зрители должны иметь возможность заходить на сайт и активно участвовать, а для этого вам нужны расходы на веб-дизайнеров и занимаясь трансмедией. Вы должны понять, кто будет платить в будущем об этом, кого вы подключите на более поздних этапах к этой работе. Ну, похоже, что я уже использовал свое время, но если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если кто-то хочет спросить меня о финансировании страны от северных стран, или, может быть, что-то я не затронула, то, что вы хотели услышать, пожалуйста. Но пока нет, да? Вы затронули уже этот момент, но кратко. Думаю, что очень важно подчеркнуть, что то, как работает эта новейшская система, система, это очень такая индивидуальная система. В других странах это решает комитет, а здесь работают индивидуальные подходы. Поэтому мы можем увидеть такие фильмы, как Пуш-Вагнер, и вот эти элементы норвежской и северной системы финансирования, что киноконсультанты в индивидуальном порядке решают, кто получает финансирование или нет. Обещаю вам, что... что телевидение на меня очень, так сказать, большой зуб на меня держит, потому что я думаю... Потому что они предполагали, что мы будем, ну, просто оплачивать традиционные норвежские стандартные фильмы, которые они могут вместить в свою сетку, но нет, мы изменили эту ситуацию. Они... Теперь они поступили так, они выбрали пару продюсерских компаний, и МК практически диктует, что делать. То есть они знают, что ситуация изменилась, они уже не рассчитывают на наше финансирование. Я знаю, что ситуация похожа в других странах на северную Европу. Мы оплачиваем примерно две трети расходов на производство. Вот это телевидение не очень сейчас активно занимается ко-продакшн и стремятся заплатить настолько мало, сколько возможно. Поэтому мы зависимы от наших ко-партнеров по ко-продакшну из других стран. Когда я начала эту работу, что все было очень централизовано в Осло, в национальных фондах, в которых я была, и мы решили в нашем фонде, я в том числе лично, я помню, что некоторые из моих коллег, когда я получала заявки из региона, об этом из Трумсона, они говорили, что мы должны поддерживать крупные компании, что это не профессиональная компания. Но я говорил, что нет, мне нужен самый интересный сюжет, самая интересная работа. Нет проблем, если большая компания создает что-то яркое, такое же яркое, я их поддерживаю с удовольствием. Я не смотрю на громкие имена, я не смотрю на какой-то послужной список их, я смотрю на то, какое качество самая работа. Ну, не знаю, почему они мне не представляют на рассмотрении самые лучшие все эти сюжеты, и, в конечном итоге, половина всех заявок поступала не из Осло, а из регионов. А вот в самое последнее время две трети проектов было из регионов, которые финансировали, были из регионов, а не из столицы. Поэтому региональные традиции становятся все более и более сильными. Поэтому нет ничего удивительного, что Министерство культуры Норвегии одновременно... Ну, у них была несколько обратная тенденция. Они говорили, что региональные директоры, производители фильмов становятся более сильными, набирают опыт, и поэтому они получали деньги уже и от нас, и к этой работе подключилось и Министерство культуры централизованно, понимая, что региональные авторы создают более яркие работы. Считаю, что это очень хорошо. Речь не идет о власти, о полномочиях, о деньгах, речь идет о художественном выражении, о свободе и вашем желании и умении создать яркую, убедительную историю с повествовательными документальными образами. Я очень рад, что ситуация развивается таким образом. Но, конечно, эта система финансирована, в которой только один человек принимает решение, зависит, конечно, основанно на том, что человек должен безупречно честен и беспристрастен. Знаешь, что в некоторых восточноевропейских странах люди реагировали таким образом, говоря, что нет, у нас это не сработает, такой подход, когда один человек ответственен за принятие решений. Есть ли какие-то у нас вопросы еще, может быть, Мали? Вы сказали, что вы сделали впечатление, что система довольно провинциальной, можно сказать. Вы должны быть норвезенцем, и так далее. Но, вы сказали, что ну, система такая очень особая, норвежская система. на смартфон, на массу проектов из Норвегии, я вижу, что иностранные режиссеры заключают такой, так сказать, альянсы и союз содружества с нарезанным норвежским фондом для получения финансирования. Есть небольшое количество очень норвежских компаний, у которых есть хороший уровень международного коупродакшена. Они очень специализированы и как бы ориентированы на работу с международными с зарубежными кинопроизводственниками. Допустим, до того, как работали с европейскими производителями, они участвовали в коупродакшене с Андреем Некрасом, который был тогда российским гражданином. Но он смог получить деньги, потому что он в отношении к Норвегии уже. Речь идет о организации Piraya Film. Сейчас российские режиссеры это не могут это делать. Piraya дело сплоть следующим образом. Piraya — это норвежская продюсерская компания, допустим. Ништа Джейн, которая ее с автором одного проекта, это было возможно, потому что производители, продюсеры смогли наладить связи с ними непосредственно. И таким образом была возможность создать фильм за пределами Европы. Есть четыре правила. Мы должны использовать четыре правила. Должен быть сюжет норвежский, норвежский сценарий. Второе. Это должно быть о норвежской культуре или о истории. Три. Сюжет должен разворачиваться в Норвегии или в странах Европейского Союза. Опять же, норвежцы должны иметь важную роль в производстве этого фильма. для коупродакшена вот эта система возможно существующая система будет меняться на коупродакшен. Но это в меньшей степени относится к Швеции, Финляндии и к Дании. Это такая уникальная норвежская система. Во что я хотел это превратить, но что еще не случилось, что если, допустим, Германия говорит, что это германский культурный продукт, тогда норвежцы примут это, что немцы решат. Есть еще вопросы? Потому что я все еще здесь, как оратор. Спасибо.